Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Киселев. Сегодня мы с вами находимся на небольшом водоеме на озере. Пока что погодка оставляет желать лучшего, но совсем скоро начнутся теплые деньки, и многие из вас отправятся на сплавы, походы, ну в конце концов просто на рыбалку. И всегда, я думаю, каждый из вас набирает много вещей в такие путешествия, и те, кто уже давно этим занимается, пытаются собрать какой-то оптимальный набор, который будет компактный, легкий. Ведь это всегда тяжело, носить с собой кучу вещей в походах не так уж и приятно. Каждый хочет взять побольше, например, какой-нибудь спальник теплый, или большую палатку, комфортную печку, ну или в конце концов повесить на свой каяк какой-нибудь эхолотик, да. Но для него нужен аккумулятор, и он тяжелый, и занимает много места. И компания Garmin выпустила в серии Striker прибор, который называется Striker Cast GPS. Это такой компактный прибор, который работает от телефона, и его можно взять с собой в любое путешествие, при этом он не займет много места. И сегодня наш обзор будет посвящен именно ему. Так что приятного просмотра, и погнали! Прибор я купил буквально неделю назад, еще не распаковывал, и хотел это сделать на водоеме. Сегодня я на водоеме, и давайте вместе с вами распакуем, и посмотрим, какая у него комплектация, и что вообще это за аппарат. Открываем наш приборчик в такой вот коробочке серенькой, он комплектуется, и открываем заветную коробочку. Таким образом у нас здесь все выглядит. В пакетике в красном, я так понимаю, сам прибор. Смотрите. Очень легкий, синего цвета. Это означает то, что он с функцией GPS. Белый прибор идет без функции GPS. Здесь видим, похоже, разъем для зарядки. И здесь у нас есть такая вот петличка, за которую мы можем его привязать для заброса. Также есть сигнализирующий датчик, диодик. Давайте посмотрим, что есть там еще. Также в комплекте здесь у нас, похоже, оснастка, чтобы мы могли его закрепить. Здесь у нас есть веревочка с карабинами, крупными карабинами. Как раз под тот разъем, который мы видели, под петличку. И есть запасные карабины с вертлюгами. Это, я так понимаю, для использования на течении. Также у нас в коробочке зарядник. Вот такая же, да, у нас распиновочка. USB-провод для зарядки. Здесь у нас чехольчик, в который можно убрать и холодик. Ну и, соответственно, отправиться в путешествие, куда-нибудь его в рюкзачок аккуратно убрать. Такой фирменный чехол. И есть инструкция, руководство пользователя. Также правила техники безопасности, сведения об изделии. Все это есть и на русском, и на зарубежных языках. Думаю, надо включать и уже пробовать. С собой у меня два телефона. Один на iOS, другой на Android. Сейчас какой-нибудь из них мы попробуем использовать для нашего эхолота. И для того, чтобы начать работу с этим устройством, нам необходимо зайти в Play Market или в App Store, в зависимости от вашей операционной системы, и скачать приложение StrikerCast. Скачиваем, устанавливаем. Заходим обратно в меню. Заходим в приложение StrikerCast. У нас здесь идет загрузка. Принимаем условия, ознакомливаемся с ним. Нажимаем кнопочку «Продолжить». Дальше идет загрузка, подключается к серверам. И здесь у нас как раз появляется ввод логина и пароля. Выбираем. Вводим наш логин. Если у вас еще нету, то надо зарегистрироваться. И мы можем подключить устройство. Все, мы вошли. Но для того, чтобы подключить, повторюсь, нам надо его забросить. Так что переходим к сборке удилища, привязываем все это дело и начинаем смотреть, что же нам покажет сегодня этот прибор. Снасть у нас собрана. Достаточно серьезный спиннинг с тестом до 42 грамм и длиной 2,74. Вы можете взять удочку полегче даже, я думаю. И здесь у нас также катушка 6000 с леской PE6. Это, конечно, серьезный такой комплект у меня есть. Как раз использую его для подобного рода эхолотов. И сейчас нам осталось привязать. Конечно, этот эхолотик можно прикрепить куда угодно. Как вы видели, там есть веревочка. Можно за каяк за какой-нибудь зацепить, за лодку. Либо просто какую-нибудь длинную удочку взять и опустить как поплавок и посмотреть, если вы на удочку ловите. А у нас вариант спиннинговый. Мы сейчас будем забрасывать и смотреть, что есть у нас на дне. Так что вот этот вариант позволяет максимально точно изучить акваторию, если вы ловите с берега. Продеваем нашу плетенечку, петличку. И делаем очень популярный известный узел. Здесь пальчик оставляем для петлички. И начинаем делать такую косичку. Делаем около 6-7 оборотов. Для такой толстой лески вполне достаточно. Далее продеваем в нашу петличку, которая у нас была. Продеваем в еще одну получившуюся петличку. И все это дело затягиваем. И вот такой у нас получился серьезный узел, который нас вообще никогда не подведет. И можно забрасывать. Забросили мы наш прибор. Теперь подключаемся к Striker Cast. Заходим, нажимаем кнопочку начать. И у нас поиск устройства. Вообще в инструкции написано, что до 60 метров работает. Вот мы находим наш Striker Cast. Кстати, вес прибора всего лишь 75 грамм. И таким мощным удилищем его спокойно можно закидывать. И все. Вот мы видим, как у нас эхолотик заработал. Сейчас он у берега. И нам нужно забросить и посмотреть, какова будет картинка и что будет он отображать. Сейчас сделаем короткий заброс, чтобы узнать, что у нас здесь в прибрежной зоне. Метров на 15. Пока что у нас глубина указана в футах. Температура по Фаренгейту. И сейчас зайдем в настройки и изменим единицы. Значит, глубину нам надо в метрах. Температуру в градусах Цельсия. Расстояние в километрах. Координаты можно такие оставить. Так, передача данных. Посмотрим, что сразу у нас в настройках есть. Так, QuickDraw только Wi-Fi. Wi-Fi или сотовая связь. QuickDraw это функция для отрисовки карт по GPS. Дальше. Настройки. iOS. Это нам не нужно. Здесь у нас все отлично. Так. Режим имитации нам не нужен. Это демо режим. Обычно он нужен на выставках, на каких-нибудь презентационных. Штуках. Так. Оставить экран во включенном состоянии. То есть он не будет блокироваться. Striker Cast. Уровень батареи показывает. Мощность сигнала. Устройство. Да, его идентификатор. Версию. ПО. Есть обновления. Также показывают версию устроенного ПО по GPS. И в принципе в настройках у нас все. Больше ничего нету. Переходим в Sonor. Видим, что у нас его снесло. И глубина уже полметра. Нам надо сделать еще один заброс. Присутствует ветерок, который как раз его снес. Забрасываем недалеко. Коротким забросом. Метров на 15. Сначала попробуем. Показывает он у нас глубину сейчас 2,8-2,9 метра. Температура 11 градусов. И можно потихонечку пробовать его провести. И мы видим. Идет такой подъемчик. Соответственно, бровочка прибрежная. И выходит она у нас на 1,2 метра. И вот здесь видим, что что-то лежит на дне. Сейчас попробуем сделать заброс подальше. Посмотрим, что у нас там есть. Хотелось бы увидеть какую-нибудь рыбку. Сейчас я бросил примерно на 30 метров. Эхолот у нас по-прежнему не разъединился. Это уровень сигнала на 2 палочки. И здесь у нас уже глубина 3,8 метра. Видим, смотрите, вот эти синенькие, зелененькие объекты. Над красной... Вот, смотрите, беленький. Видим синенькие и зелененькие объекты. Это рыбки как раз вот на дном стоят прям. Какая-то стая мелочи. Стоит, видите, здесь она заканчивается. Вот она стоит внизу, получается, в самой ямке. Здесь мы уже ведем вверх. И у нас уже глубина 2 метра. То есть они... Вот сейчас мы видели рыбку снизу, в самой ямке. И, соответственно, если мы там ловим какого-нибудь подлещика, скорее всего, он тут сейчас стоит, то мы уже знаем, где нам его искать и где ловить. Сейчас я забросил эхолот еще дальше, но при этом у меня показывает весьма неплохую связь. Три палки. И начинаем делать проводочку. Потихонечку смотреть. Глубина 3,8 метра. В толще что-то кто-то плавает. Возможно, стая уклейки вот здесь сейчас была. И смотрите, вот опять видим четкие объекты на свале. Вот это рыба. Это точно рыба. Она очень хорошо отражается. Очень ярко светится. Отличается от донной структуры. И потихонечку ведем. В принципе, традиционный эхолот отлично работает, как и в большом эхолоте. Примерно такая же картинка. В настройках сонора что у нас есть? Мы здесь можем поменять частоту. 260 кГц, либо 455 кГц. Можем включить символы рыбы. То есть здесь выбрать, чтобы он нам показывал рыбу. Иногда это может быть немного не точно. Когда вы уже попользуетесь им, сами поймете, как показывается рыба на эхолоте. Но если вы только начинаете, то советую включить, допустим, вот рыбу с глубиной. Будет очень удобно начинающим рыболовам. Также скорость прокрутки. Это насколько быстро у нас будет картинка перемещаться. Насколько быстро мы передвигаемся также. Так что здесь вы можете сами замедлить, если вы быстро передвигаетесь. Или наоборот, ускорить, если вы стоите на одном месте, как мы сейчас. Ну, или поставить где-нибудь там на серединку. На значение, допустим, в 5 или в 6. Также мы можем флешер включить. Этот режим необходим для рыбалки зимой. Флешер также можно выбрать чистоту. И флешер выглядит таким образом. Это некий круг, который показывает нам толщу и где рыба у нас в какой части водной структуры присутствует. Соответственно, сейчас эхолот нас прибило к берегу уже. И надо забросить, чтобы показать вам, как это работает. Забрасываем примерно на 30 метров сейчас. Видим глубину 4,2 метра. Видим донную структуру. И сейчас все быстро меняется, потому что датчик несет к нам. Соответственно, в зимний период, когда рыбалка происходит в лунке, никуда ничего не двигается, и мы спокойно можем ловить с флешером и находить там рыбу. Выключаем этот режим. Переходим опять в традиционный. Сейчас попробуем половить, покидать на частоте 455 кГц. Здесь у нас картинка, по моему мнению, стала немножко похуже. Давайте посмотрим, что будет на 260. Вот так они отличаются. 260 на такой небольшой глубине более подробную картинку показывает. Видим при ямке. Вот эхолот сейчас несет волной, и он аккуратненько рисует, отрисовывает нам всю структуру дна. Но также у нас в эхолоте есть такая функция, как карта. Здесь необходимо разрешить доступ к геоданным. И, соответственно, эхолот уже видит нас, где мы находимся. Можем включить запись, и эхолот будет отрисовывать объекты в картах Quick Draw. То есть можно построить карту, даже карту глубин, даже с таким небольшим устройством. И сделаем еще один заброс подальше, чтобы попробовать какую-нибудь часть отрисовать. Конечно, отрисовывать лучше с лодки, но здесь тоже можно попробовать. Нажимаем кнопку рек, и начато исследование Quick Draw. Вот мы видим, приближаем, и видим, как отрисовывается карта. И вот такими вот забросами, вот смотрите, появляется уже она более точная. И вот такими вот забросами мы можем отрисовать карту глубин прямо на берегу. Представляете? Вот эхолот показывает, где мы стоим, точнее, приложение. И потихонечку рисуем карту глубин. Это очень интересное занятие. Иногда можно не ходить на рыбалку, а просто вот пришел, покидал, отрисовал себе какой-нибудь участок берега, а потом в следующий раз пришел, и уже ловишь рыбку. Сделали еще один заброс, сейчас немного правее будем отрисовывать. Мы здесь уже проходились, но второй раз, когда проходишься, он может более точно прописать данные. Он их поменяет. Чем больше раз вы пройдетесь, тем более точно это все дело у нас запишется. И, соответственно, нажимаем кнопку стоп. У нас завершено исследование Quick Draw. Вот такая вот небольшая карточка у нас отрисовалась. Для более точное нужно время. Но мы все равно уже видим примерный наш курс. Какая глубина? 4, 3, 2 метра. Здесь, в принципе, такой пологий свал идет. И, как вы видите, отметилась точка 001. Соответственно, можно также фиксировать свое местоположение на воде, забивать точки, чтобы аккуратненько на них подходить при следующих-последующих рыбалках. Давайте еще в Сонаре немножко сейчас походим, посмотрим. Может быть, найдем что-то интересное. Забрасываю я примерно на 20-30 метров. Хочу заметить, что связь не обрывается. Я уже использовал много разных портативных эхолотов. И у них есть такая проблема, что они обрываются после заброса, после приземления на воду, немножко утопают в воде, и сигнал теряется. Потому что сигнал не передается через воду. Приходится восстанавливать связь, не всегда это получается. Здесь пока что такой проблемы нет. Все отлично работает, ничего не рвется. Сейчас вот смотрим, да, у нас тоже пока что на асфальтичке здесь чуть влево кинул. Рыбку не видно. А вот, смотрите, целая здесь стайка. Прямо вот вверху это у нас здесь трава. Трава идет, растет. И смотрите, сколько здесь рыбки над ней есть. Рыбка небольшая, скорее всего, это окушки, но ее очень много на метровой глубине. Прямо огромное количество, огромная стайка. Мы, кстати, взяли с собой удочку, можем попробовать ее поймать. Точнее, спиннинг. Как раз с маленькими, небольшими приманками. И давайте сделаем на этом месте третий заброс. Вот смотрите, сверху рыба. Стая, стая, смотрите, какая большая стая. Очень большая стая рыбы сверху. Скорее всего, это какая-нибудь платва. Возможно, уклейка. Окунь навряд ли будет такой стоять. Большой стая, толще. Это какая-то белая рыба. Давайте тогда еще контрольно здесь сделаем заброс. Раз такая стайка есть, может быть, немножко с другой траектории. Рассмотрим ее. Забросил я примерно на 15 метров. Недалеко. Хочу сразу увидеть эту стаю. Вот ведем мы на трех метрах. Сейчас чуть-чуть левее у нас халот уходит. И здесь, возможно, стаю мы уже не увидим. Да, здесь уже той стайки, которую мы видели, нет. Есть другая рыбка. Но это не то. Это мелкая рыба совсем. Вот первое место мы поисследовали, покидали наш халот. И смотрите, мы уже знаем, что здесь есть сверху в толще стайка. Мы можем ее половить на удочку, к примеру. Есть в прибрежной зоне в траве тоже какая-то рыбка. Скорее всего, это окунь. Мы его тоже можем половить либо на удочку, либо на спиннинг. И, соответственно, вот такой прибор быстро помогает ориентироваться на акватории. Либо на незнакомый, либо на уже знакомый вам. Но когда вы сюда давно не приходили, вы, конечно же, можете сделать несколько забросов и узнать, что же здесь сейчас происходит, какая обстановка. Поговорим о характеристиках и подведем небольшой итог по нашему сегодняшнему выезду. Сегодня тестировали мы вот такого малыша, который пригодится нам в грядущем сезоне. Мы с ним половим, поездим на всякие сплавы, путешествия, походы. И, повторюсь, весит он всего лишь 75 грамм, что очень хорошо и позволяет нам взять его, в принципе, куда угодно. Он не занимает много места, держит зарядку до 10 часов, отлично ловит. При забросах, даже после касания воды, связь с ним не разрывается, как это бывает у большинства подобных эхолотов. Работает на дистанции до 60 метров. Диапазон глубин, на которых он может работать, от 0 до 45. Также, если вы зимой поедете с ним ловить, работает он хорошо до минус 20. Дальше уже не рекомендуют его использовать. Ну и плюс 60, его рабочая температура в теплое время. И надо, конечно же, сказать про частоты. Работает он на частоте 260 килогерц и 455. Это его рабочие частоты. И мы сегодня использовали 260, потому что они наиболее хорошо отрисовывают дно. На такой небольшой относительно глубине, как у нас, от 4 до 0 метров. И, соответственно, для начинающих он также будет хорош, потому что, показывая рыбу, можно отметить значки. В принципе, очень герметичная такая конструкция. Очень прочная. И даже при забросах сильных, сильном касании воды, мощном, ничего с ним не произошло. Ничего не расшаталось, ничего не сломалось. Сделано из прочного пластика. Также, если вы решите приобрести его, посмотрите обязательно руководство пользователя. Ссылку прикрепим в описании на руководство. Здесь есть такой вот мигающий сигнализатор. Ознакомьтесь со всеми сигналами, которые он подает. Это позволит легко понимать, что эхолот от вас хочет, что ему надо, или в каком режиме он сейчас находится. Отключается он сам после двух минут, когда на датчике не попадает вода. И чтобы его включить, как я говорил, нужно просто окунуть его в воду. Ну и как итог, отличная версия, отличная модель для путешествий с GPS. Можем отрисовывать карты, можем искать быстро рыбу. И при этом это не занимает много места. Берем с собой телефон, берем с собой Garmin Striker Cast с GPS. И быстро изучаем место, на котором нам необходимо будет ловить. И, соответственно, узнаем, где же есть рыба, где ее нет. Быстро перемещаемся и находим то, что нам нужно. Так что всем спасибо за просмотр. Надеюсь, эта информация была полезна. И всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok